а мы уже в онлайне прекрасно всем привет добрый вечер доброго времени суток почти друзья не все нападают вечером сегодня мы собрались на нашей уютной кухне гостеприимной с целью поздравить всех наших дорогих женщин замечательным международным женским днем это самый главный весенний праздник и 2 по величине светский праздник на первом месте новый год на втором месте 8 марта но я считаю что это спорный вопрос потому что от настроение женщин наташ зависит настройки общества если женщина нас довольны и веселые довольны и жизни счастливые то и мужикам согласись евгений но это верно а если ты приходишь домой а жена немножечко одни настроение а ты весь такой веселый выпил полгода к примеру пиво пришел тебе смешно а жене не смешно тогда что бардак ну тогда начинается просто уже у тебя настроение тоже автоматически поэтому друзья мы это все шутки шутками так и есть настроение в обществе зависит от настроения женщин поэтому дорогие женщины поэтому дорогие женщины от всего сердца желаем вам чтобы вот у вас у всех было весеннее настроение чтобы близкие родные люди окружали вас заботой и любовью и чтобы обязательно жизни как можно было больше радостных и счастливых моментов то есть эти счастливые моменты вы и сами себе должны создавать больше должны создавать мои мужчины поэтому от всей души я поздравляю всех вот кто здесь нами сегодня у нас наташа это женина супруга виктория и на там которую все знаете и сейчас анечка пока за кадром моя жена и наш прекрасный композитор я всех вас поздравляю и конечно все кто нас смотрит всем вот этого я желаю то что я уже сказал давайте до 1 ну да вот я считаю вот в такой ситуации которую ты сейчас описывал когда мужчина возвращается после работы и жена не в духе то мужчина должен достать из кармана коробочку такую бархатную открыть а там кольцо или сережечки а еще из-за спины достать букет роз тогда все поменяется то есть мне кажется что все-таки больше счастье женщины зависит от мужчин которые вокруг вот не каждый день приходит большим букетом цветов но уделить внимание нужно каждый день да ну сейчас вы углубились такие тонкости как бы вся семейная жизнь наверно состоит из чего из того что мы как они говорили часто мы с ней рассуждаем дать кем дальше мы с тобой говорили о семейном счастье да что отношения надо строить их надо беречь каждый раз на восстанавливать то есть что-то вот бывает происходит какие-то три непонимали когда все надо сглаживать надо постоянно поддерживать какой-то горение до семейные отношения это тяжелая работа но тем не менее до иначе ничего не получится нет дорогие друзья вот мы уже проводили эфиры и с димой шевелевым из москвы позавчера буквально спасибо большое вы смотрите и делитесь этим эфиром мы записали песню 8 марта подарили вторую жизнь вот века сначала сомневалась она любит сначала первоначально всегда больше нравится первоначальная версия первая запись я всегда считаю что как-то лучше вот в этом случае наоборот как-то песня получилась более легкая такая яркая вот собственно первая версия тоже такая интересная вот и первая и вторая как бы очень интересная песня получились да не все песни нормально зато вновленная версия уже приятно послушать хочу сказать спасибо газете комсомольская правда которая обратила внимание на эту песню мне было приятно и в москве на студии газета позвонила и делать публикацию на самом деле ну как всегда в порыве вдохновение я кайфую когда я пишу песню расскажи как пожалуйста песни немножко поговорим наливали шампанское эту песню я написала получается как раз таки накануне в 2017 году два года назад накануне 8 марта да я хотел узнать как вот такая концентрация пожеланий женщины а вот в самом деле песня получилась такая поздравительная да все что связано с этим замечательным праздником и чтобы там были самые да и вот мне что нравится что когда эта песня появилась 8 марта еще в семнадцатом году да и она тоже прям сразу она вот во первых она супер зажигательная танцевальная и женщины стали так и откинуть делиться и потом вот везде где пишешь в интернете там тоже пишешь а мы же мониторим интернет там что такое тортанов и какие песни и вот запросы автоматически которые системы предлагает сразу тортанов 8 марта минус люди ищут и сейчас друзья вы не обижайтесь я минус не продам и найдете потому что у меня пишут все вот это особенно вконтакте я сразу этих людей блокируем не надоели сколько будет стоить минут я хочу поздравить маму друзьями нет как бы если кто-то хочет сделайте свой минус просто оригинальные минусы артисты не подают ни за какие деньги то есть они конечно бывают их воруют но сами мы их не продаем никому потому что тогда песня из потеряет оригинальность вы всегда знаете караоке минусы немножко отличаются от оригинала если я например пел песню алла борисовна пугачёвой нас петь мы летаем то это не оригинальная версия естественно было вот но не будем отвлекаться продолжается 8 марта я хочу очка вот поздравить и лично тебя с 8 марта ты создала вот эту вот песню просто шедеврально . она вот сейчас появилась второй раз дыхание блогер на ютюбе уже спасибо вам дальше большое они уже много сделали роликов и вот хочется подхватили 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 я живой с димой вот разговаривали дима посмотрел сам в телефоне я вот страницу не приготовил показать с твоего телефона почти 100 тысяч посещений моей страницы за какие-то две недели то есть эту песню посмотри класса поставить что пол 500 а посещение страницы то есть песню послушали около 100 тысяч человек друзьям это просто потрясающий результат значит песня вас требовала и она получила второе дыхание я ее постарался искренне исполнить она зазвучала ими по развитию что ты одобрил если даже тебе понравилось вот эта самая версия да действительно значит песня точно получилось я критик я просто больше люблю шансон но здесь вот именно песня хоть она немножко стала больше такой к странному шансону но это вместо так что чеки поздравляю и подарила не только праздник себе мы подарила всем женщин это очень важно я стараюсь к 8 марта всегда и ко всяким праздникам тебе уделять вот по возможности бывают трудные моменты участие только из москвы придет учетом и завтра с мальчиком я обязательно поздравлю с 8 марта но у подарок я уже получила наташа да скажи мне пожалуйста вот ты когда тебя поздравляет муж с 8 марта кто-то еще поздравляет вот какие ты ждешь подарки поздравления те же много пациентов поздравляет да благодарна самое главное словом вот это вот поздравить самое главное здоровье да ну и конечно же каждой женщине приятно получать цветы и поэтому мужчины внимание праздник 8 марта подарите своей женщине букет алых роз для как в песне для своей сногсшибательной да потому что каждая женщина все равно любит цветы евгений давай поднимай бокал давай мы с евгением были в москве до жене был восхищен столицей удивлен немного конечно или чуть-чуть шокирован был вот этим размахом да столичный ну конечно надеюсь что это ваша непосредняя такая коммунировка да брат мне очень помогает конечно я буду собой везде возить потому что женя и на самом деле дорогие друзья что скажу я расскажу такую историю не было где-то наверное лет семь восемь мы сашу длины моим другом детства мы гоняли там в нашем районе тимбасса на велосипедах зайчики были такие велосипеды мы на них носились с бешеной скоростью кушать наташ я рассказывал и кушать и и вот потом я уже как бы за из этого велосипеда зайчик вырос немножко мне захотелось больше вот евгений собрал велосипед там с каких-то он занимался с детства вот этим велосипедами мотоциклами и он не забрал это более большой такой велосипедик покрасил даже сами да и тогда уже я гонял так вот и велосипеду не подарил потом мы с ним ходили в парк культуры и отдыха он менялась мы с ним катались на этих машинах на карусели то есть он здесь не уделял много внимания я же не очень тебе благодарен за то что я такой брат и сегодня наташ ты знаешь сколько он нам помогает по дому и запоры строить и ремонт и все дела Женя нет снимочек если у нас какие-то дела срочные Женя всегда рядом поэтому я естественно если буду гастролировать буду возить Женю с собой потому что сегодня в городе Шахты с работы очень тяжело скажем так и лучшего помощника я просто не найду что мы друг друга помнимаем с полуслова да Женя? Ну да мы в Москве у нас было несколько разных встреч таких я не знаю кто-то из вас может быть не видел мы встречались с Анной Калашниковой и с Анной Калашниковой мы договорились о том что мы запишем еще где-то 5 дуэтов и возможно мы будем вместе потом с ней гастролировать это очень хорошая новость продуктивная встреча мы еще кое о чем говорили планы у нас большие совместные но как говорится планы планы мы предполагаем Господь располагает но мы как-то вот с Анечкой познакомились с Анной Калашниковой когда она еще не настолько была медийной человек мы приехали в ее магазин шоурум мы тогда и не знали кто это могла сказать ну мы познакомились с ней просто и она сразу у нас тут скажи какое впечатление производит как человек на самом деле ну она такая очень такая теплая душевная добрая девушка от нее идет какой-то свет вот мы почувствовали что она такой вот человек можно сказать как мы то есть не какая-то там знаете знавшаяся там или что-то такое нет такая вот обыкновенная открытая для общения добродушная девушка мы когда приехали в ее шоурум еще были не знакомы с ней нам сразу предложили чай сидели и ожидали и она вот шоколадками да и вот она пришла и сразу какое-то человеческое такое тепло да то есть вообще на самом деле а еще она конечно эталон женственности красоты и стиля я обожаю ее стиль и мы как-то вот с ней я не знаю легко находим общий язык поэтому я думаю что мы с ней вот как бы вот эта песня давайте зажигать уже просто я прожужжал все уши вам почему потому что она на самом деле вот пошла больше всех наших песен сегодня сначала я думал что на первом месте она то есть ласточка как бы да народно любимая но то что касается продвижения именно медийного такого да какие-то уже она говорит там региональные радиостанции крутят где-то интернет радиостанции вот эти показатель самый большой друзья этого сотовый операторы если они какую попало песню невозможно то есть они взяли ее уже можно поставить на гудок я уже говорил это показать для того что песня популярна потому что песня которая не популярна она не попадет и сборки значит там они на собой сборки на золотые хиты что-то еще и те песни которые продолбили уже мозги бывают там рэп и все что угодно и шансоны те песни которые же продолбили мозги которые есть и мы вот же когда улетали из москвы там паренек нас провожал служит такое сопровождение молодой такой парень смешной вот мы с ним там разговаривали уставший такой нас провожал самолет задержался на полчаса и это самое мне интересно вот общаться с людьми там такой я в аэропорту люблю работать хотя там за копейки не работают вот для москвы это вообще не деньги и я думаю ну раз делать нечислим я включил эту песню и он говорит я такую музыку не слушал слушает компанию крылья какой-то такой даже не знаю зачем я слушаю много теперь я точно буду ходить у меня в голове будет давайте зажигать давайте танцевать делать мы так с ним поговорили до зацепился то есть вот самое главное песни это либо какая-то душевная составляющая когда вот слушаешь песню вот мы сейчас записали песню оцените друзей которые тоже они написала по моей просьбе и кстати писал очень долго и уже об этом рассказывал 4 месяца учитывая то что ты лежал и в роддоме на сохранении и процесс творческий не останавливался евгений давай открою водочку теперь проблем нету по ухаживай за женщин мне вот они показывают показывает уже песню тогда когда я хотел давно такую песню именно чтобы она была посвящена мужской дружбе я и рассказывал так как у меня хотелось мне не надо не надо пихнуть в одну песню и и что касается музыки и текста у меня были четкие рамки и тем было интересно нужно было сделать четко чтобы карта хочет да и не то что получилось когда я послушал эту песню я понял что мои ожидания ты превзошла потому что вот именно такое ощущение что я не знаю как потому что мы с тобой давно знакомы ты меня знаешь знаешь моих друзей мою историю жизни за те друзья знаешь которые ушли для меня не очень дорогие царствие небесное володя и лёша бритков царствие небесное это такие для меня родственные души которые ушли действительно разные были периоды с легкой ты знаешь как мы дружили да я вот эту всю историю рассказал как бы они вот эти все вещи и она написала какую песню вот у меня был мороз похоже когда я выключил текст и когда саша шурдин послушал он сказал да серьезно я вышел курить его настолько зацепила эта песня и вот друзья мои сейчас нетерпением жду когда дима уже доделает музыка я думаю через деку мы просто не спешим никуда почему потому что это альбом я хочу чтобы он был каждый альбом следующий мне хочется давать в процессе виктория ты присоединяйся можем из них раз в одну и продолжаешься я хочу сказать о чем о том что хочется чтобы этот альбом был каждый следующий альбом он был качестве по звуку и по содержанию конечно у нас не хочется сейчас что было больше веселых песен но вот такие драматические песни душевные которые есть такое содержание они должны присутствовать и иначе как бы мы напрасно вообще потрясаю воздух да шум потанцевали повеселились произвели задумали все должно быть и поэтому вот эта песня она мне кажется ну ну просто уж не потому что я говорю что моя жена композитор написала по их жизнь я очень тщательно подхожу к этим вещам но я знаю конечно тоже знаю что и аня она знает то что нравится женщина потому что уже вы проверили вот до сих пор друзья мои вот я все это уже об этом говорю песня рубиновое сердце это показатель вы какой-то вверх шансон лирического шансон она постоянно вот люди до сих пор ее комментируют публикацию и и активно комментирует потому что даже создается впечатление что и на вот эта песня она заставляет человека пережить все эти самые вот эмоции чувства переживания которые вот есть в этой песне да в преддверии это 8 марта я предлагаю всем вам слушать наши песни такие как ласточка сногсшибательная женщина давайте зажигать опять же потом букет алых роз я тебе подарю да вот это вот это просто на самом деле кстати диск где-то есть можно включить фон да мы еще немножко пообщаемся или ничего там нам не пишет никто пока народ готовится к 8 марта ну пока подключаются смотрят нас поздравляют с наступающим спасибо это я от имени они от имени они говорю потому что пощелкнул штучка там диск уже есть по моему с этими песнями давай как раз букет алых роз найдем наташа ты там же не какой-нибудь шум создает нашими песнями или никого не слушает я почему слушаю меня как шум я имею ввиду он же там любит громко послушать что он включает тебе какая-то песня понравилась вообще нету а диска и не ответит нету да? а пишите диски могут а у меня есть какой-то я думала что это раз-таки это все не песни угу угу тебе какая-то вот какая-то запомнилась из того что мы делаем вот это давайте зажигать это тоже а мы будем сегодня зажигать и танцевать и веселиться просто мы пока только мы снова в теме у нас пока только разогрев ну мы же в теме с тобой а зажжем чуть попозже у нас на кухне здесь просторно просторные уже клипы всевозможные это за Россию песни да 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 а вот кстати тоже буланова песня да 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 так это вот давайте зажигать можно пусть пока это пойдет включила они тут хотя они не дожди ладно давайте снасшибать и мы с двенечками да а потом будет рост дойдет так а ну пусть Вика поест и выпей теперь ты ее смени так или так? нет так громко даже чуть попишешься так вот так вот так сегодня как раз пятница и это так это ж не та песня ну какая разница так подождите нам надо снасшибательную женщину вот все там четверг уже не короткий день поэтому дорогая страна наши друзья которые нас смотрят всех вас с наступающим праздником мужчины помните что да что нам напомнишь что четверг а завтра 8 марта кстати Аня сегодня сегодня у твоего брата Олега день рождения да елки-палки я не позвонил и поздравил надо будет поздравить но он в пол шестого как раз будет только на связи он где-то или в пол шестого или в шесть в перми перми надо будет позвонить сегодня обязательно поздравить так позвоним наполняем бакралы друзья мои вспоминаем что-нибудь вот как кто отмечал Вика как ты обычно вот 8 марта любишь отмечать Наташа как вы на работе там расскажи вот на работе как медицинские работники отмечают как-то собираемся раньше веселее было сейчас уже не так не собираетесь работа мне кажется всегда уходит в этот день на второй план и всегда житель в твоем кругу собирается Наташа просто сейчас в отпуске поэтому не на работе она тоже там конечно отмечают все девчата отмечают на работе отмечают дома с теми с теми с теми с теми с теми с теми я буду с теми все такое я раньше как-то вот помню лет еще 10 назад в городе шахты было такое что как минимум 5 офисов всяких объезжал к ним приглашали просто с гитарой приезжаю вот поздравлял женщин и в мэрии было какое-то там одна женщина очень хорошая она сейчас уехала из города Нелли Кузьминична меня приглашала и мы там столы везде накрывали как-то просто все шумно сейчас как-то народ из-за того что наверное не знаю кризис не кризис все равно шумно отмечать ну тогда было больше сейчас как-то все стараются быстрее домой эта культура конечно корпоративы проходит но вот культура какая-то такая более спокойная да был как-то больше было шума больше всплеск эмоциональный какой-то был конечно ну почему женщин сейчас идут конечно я говорю что раньше больше на работу в коллективе больше не все же коллективы такие совершенно не отмечают а если коллективы остались которые женщины идут еще эта песня сегодня не актуальна вот мы с димой как раз говорили позавчера в москве о том что ретро музыка как хорошо вот это вот музыка в принципе диск 80 сегодня если кому-то сказать скажите формат а песню на самом деле приятно послушать вот чуть-чуть громче они сделают даже послушаю эту песню а тебе не то есть а тебе не то есть мне кажется тоже хорошо да да очень-очень классно завтра вот эта песня вообще прекрасная надо брать ее на вооружение да брать на вооружение слушать ее и как в песне с букета молодой роз признаваться к женщинам в любви у тебя внимание всякий раз будет не лишним сказать как вы влюхать за свою девушку жену женщину я красивая классная твои руки нежно глажем глажем вот сейчас мы с ним и поцелуем все о нужном люди скажут скажут и скажут цвета роз твое и шелком платье красное теперь кресу я смотрю такая вот тенденция там есть такие исполнители которые как раз таки возвращаются к дискомузыке многие шансоны исполнители и а я поменю всех у и 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 Очень хорошо, что люди к этому возвращаются, а главное позитив, чтобы шел как будто. Вот я когда стал петь такие песни, у меня с ума улучшается настроение. Я очки говорю, помнишь это, да? Угу, да. И когда поешь что-то мрачное постоянно, они грузят просто самого. Зачем грузить в сушники? Сейчас наоборот надо настроение создавать только позитивное, и люди как-то грузятся в основном общество. Новости эти всякие негативные. Да, классная песня. Ну что ж, друзья мои, Евгений, что ты вот жену поздравь, Вику поздравь, что ты молчишь? Это тоже сейчас не происходит. Жень, наверное, наполняй бокал и поздравляй, женщина. А давайте ласточку. Она тут где-то недавно была. Да, вот она там уже недолго. Вот она. Жень, ну напиши, пожалуйста, его пожелания. Супруга сидит рядом. Вика, Аня, кстати. Женя, все вместе, все вместе, давай. Поздравляй всех вместе, женщины. Что я хочу сказать? Погромче только. Я хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Пожелать им счастья, здоровья, ну и успехов в семейной жизни. Молодец. Это было обращение Евгения Бурова, женщина на 8 марта. Да. Пехо вам было. Спасибо. Спасибо. Молодец. 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 Привет. Молодец. Ирина, да, мы мечтали долго о такой кухне, вот наконец-таки у нас такая кухня. Кухня нашей мечты. К сожалению, вот в Москве мы разговариваем, там, у людей квартиры, когда, ну кухня более-менее допустим, но все равно вот с этой кухней не сражается, да? Я вот в Москве себя не вижу, как бы, проживать, потому что мы привыкли уже, да, вот двор для детей, сами вышли на воздух, какая раз сегодня где живешь, если ты гастролизуешь, все равно абсолютно где. И музыкальный контент, он распространяется независимо от того, где человек живет. Ну что ж, дорогие друзья, вот, может быть, кто-то еще, Вика, ты что-то хочешь сказать, потому что эфирный затягивает долг, уже не хочешь. Ну что, остается, наверное, еще раз поздравить всех женщин с наступающим в Санкт-Петербурге. Да, пожелать им здоровья. А я, пользуясь слушами, еще передам привет своей маме и бабушке. Да, бабушке, особенно Вика, как вы, что бабушка есть, как у них. Людмила Андреевна. Людмила Андреевна, вам огромное спасибо за все поздравления. Вы и с Новым годом, и с Днем влюбленных, и с Марсницей меня поздравляете. Вам, всем бабушкам я желаю, и вот в лице твоей бабушки, всем бабушкам, я очень уважаю бабушек. И вот Алина бабушка, Лидия Ивановна, она тоже для меня как бабушка. Бабушки это чудные такие женщины, которые уже достигли определенной мудрости. И они, вот, не знаю, создают особое настроение, когда они присутствуют в компании, в обществе. Да, Женя? Конечно. Наши бабушки уже, Царство Небесное, на том свете. Ну да. Но бабушки это просто чудо на самом деле. Поэтому всем бабушкам тоже мы желаем хорошего, хорошего настроения. И самое главное здоровья. Будет у вас здоровье, будет настроение. Вы самые неунывающие и самые оптимистичные люди. А будете с нами бабушки, будет у нас все хорошо. И всем женщинам, конечно же, счастья, любви и радости. Анечка. Ау. Ты тоже подытожь, чтобы еще пожелать, что-то в конце этой эпизии. Да, уже все сказали, что только можно сказать. Ну, еще мне хочется сказать о том, что это же первый весенний праздник. И я желаю всем яркой, сочной, замечательной весны. Весна это такое время особого вдохновения, оживления, да. Вот. И желаю всем, чтобы эта весна вдохнула в вас новые силы, новую жизнь, новые эмоции. Яркой всем весны, вот. Да, я только присоединяюсь ко всему сказанному. Видишь, как замечательно. Еще раз всех с наступающим 8 марта. Мы продолжаем банкет потихоньку. А вы тоже готовьтесь к празднику. И всем счастливого 8 марта. Пока. Всем пока.